Вот сколько уже веков существует церковь. И вроде бы всё это время в ней говорят об одной и той же книге. Читают одну и ту же книгу. Рассказывают о жизни одного и того же человека. А люди идут, идут и идут. Могу сказать, что вот это идут, не миновало и меня самого. В жизни был очень трудный, можно сказать, судьбоносный момент. Да, церковь. Не одна разных толков. Ну, факт в том, что это всё была христианская церковь. И то, что если я и не нашёл ответа за те несколько месяцев, что я посещал собрание. Главное, что я был направлен на верный путь. На путь поиска ответа. Я его нашёл. Сейчас вернусь в московскую зиму. Пишет один. Вот, дескать, мемориал Немцова разгромили. Ему вторит другой. Как эти люди будут смотреть в глаза своим детям? Я этому другому задаю вопрос. По-моему, очень спокойно. Ну, точно так же, как те, кто расстреливал, работая в НКВД. А потом совершенно спокойно доживал в Москве в качестве пенсионера союзного значения. Ещё в школу ходил на собрания к детям, учил их жизни. Спокойно, с улыбкой. Вкусно кушая. Рыбалкой занимаясь, дачкой. Тут, говорю, дело в другом. В другом ответе. Который придётся дать вам. Тем, кто сегодня вот на этот мемориал ездит. Вас могут внуки спросить. Понимаешь, дед или бабка. Или папа и мама. Память это, конечно, хорошо. Сторожить место убийства, место гибели, в общем-то, важно. Возить цветы тоже полезно. А скажите, этим меняется жизнь или надо что-то ещё делать? Или другой. В 2021 году ухитряется написать. Похоже, что здоровые силы всё-таки нашли возможность консолидироваться. Я считаю и не верю своим глазам. Я не верю, что человек в 2021 году... Да? На 2020 году, можно сказать, существование системы, когда она превратилась в силу, как сказали бы раньше, закрывающую горизонт, достающую до неба. Одной рукой, повергающей целые народы. И вот этот человек, наверное, упорно не желая видеть этого, не желая видеть изменений, которые произошли в обществе, говорит о консолидации. Я спрашиваю этого человека. За 20 лет разговоров о консолидации, что ты лично сделал для того, чтобы наша жизнь изменилась? Ну, хотя бы попробовал сделать. Вот я попробовал и делаю то, что называется вместе. Я верю в то, что оно изменит жизнь России. Конечно, это может оказаться ничем, пустышкой. Но ведь, понимаешь, я делаю. Моё делание, оно, как бы тебе объяснить, не только в распространении информации или в эфирах. То, что я делаю, приводит к материальным результатам. То есть окружающие люди видят, как мы, используя возможности 21 века, причём мы от этого ни от кого не скрываем. Вот вчера я говорил с девушкой из Украины. Я говорю, я тебя научу работать в интернет. Она спрашивает, это сетевой маркетинг? Я говорю, а с чего ты взяла? Ну, ясно ведь дело сети. Я говорю, ты считаешь, что в интернете только сетевой маркетинг? Другой вопрос. А я вам должна буду за это процент платить? Я не выдержал и выругался матом. Она говорит, ругайтесь, если так легче. Так я действительно лучше понимаю. Просто вокруг все люди другие. Им всем надо за что-то платить. Я говорю, нет, я научу тебя просто так. Я научу тебя, потому что я вижу, что ты человек вместе, хотя ты этого сама не понимаешь. Потому что вместе – это сотрудничество сильных людей, мощных людей, знающих людей, умеющих работать. Чем больше таких, а не быдловатая масса вокруг, тем сильнее становятся вместе. Ой, спасибо. Я, говорит, умею задавать вопросы. Или вы ругаетесь, если я чего не пойму. Я спрошу, я разберусь в конце концов, потому что мне это надо. Я чувствую, что мне тесно среди окружающих. Они чужие для меня. Я говорю, слушай, девочка, ты сто процентов человек вместе. Ты не принимаешь ни их, ни способ их жизни. Она говорит, я хочу жить. Наш человек. К чему я это и зачем я это? К тому, что если существо животного состояния, а в принципе созданию такого существа, которое будет послушно голосовать, не веря, смеясь над собраниями, на которые его загоняют, но тем не менее голосуя, не осмеливаясь встать, сказать, вы же бредите тут все кругом. Нет. Так нельзя делать. Это скажется на своей карьере или на своей... или на доступности к распределению дачных участков, квартир, к очереди на покупку куртки, где-то была и такая очередь на каких-то заводах. Это скажется на том, как будет удобно, комфортно жене на работе или детям. Так вот это вот существо, да, оказавшись сегодня, оно ведь изменилось только тем, что стало жрать больше. Что его переместили в более комфортное стойло. И то, поскольку денег на ремонт этого стойла, выделять не стали, не нет, а их не стали выделять, пошли сквознячки, ухудшилось качество пищи, оно еще, как сказать, до конца, что впереди только бойня. Не поняла? Или не поняло? Потому что ухудшение условий содержания и при наличии средств отсутствия, скажем так, ремонтных работ говорит об одном. Впереди утилизация вот этого вот самого коровника и социальная утилизация его обитателей. Но не нужны они, просто не нужны. Не в качестве многочисленных лекторов, рассказывающих о преимуществах социалистического способа хозяйствования, не в качестве тех, кто дружно голосовал на собраниях, или тех, о ком можно было сказать, вот нас продерживает 76% электората, ну не нужны, просто не нужны. Это момент раз. Момент второй, они совершенно не нужны в будущем. Я время от времени развлекаюсь, выкладывая в сети картинку. На ней написано «Люди, почему вы те, кто жалуются на жизнь, те, кому не хватает, не хотите использовать возможности, которые дает человеку 21 век? Просто почему? Может кто-то внятно ответить? Например, я этих возможностей не знаю, я категорически их отрицаю, вижу в них происки дьявола, я скорее умру, чем буду эти возможности использовать, я ненавижу 21 век и всех, кто придумал эти возможности. Вот что-нибудь такое. Я их не знаю, но хотел бы изучить. Вот такой самый простой ответ. И второй вопрос. Люди, почему вы не хотите использовать бесценный опыт, начиная от жизни простого рабочего людо в России конца 19-го, начала 20-го века? В царское время еще. И более ранний успешный опыт самоорганизации в трудных условиях опять-таки рабочего людо Европы, США. Ведь условия, как бы сказать, вот если бы, конечно, можно было бы это, провести такой эксперимент, например, в Англии продолжительность рабочей недели ребенка, ребенка в возрасте от 9 до 13 лет была законодательно ограничена, сколько вы думали, всего 74 часа. А что, нормально? Всего 12 часов в день ребенок, в сутки ребенок должен был проработать. Еще же остается целые 12 часов. Дети мало спят, то есть часов 6 сна вполне хватает. А бегать, играться, учиться в 6 часов есть. Во! Можно высшее образование получить. Вот ваших бы детей, внуков в такие условия. Вот они за стеклом и они в таких условиях. А вы бы смотрели. Вот было бы очень интересно. Или фотографию начала 20 века и хвалом в интернете. Американская молодежь, то есть дети 14-15 лет на шахтах. Вот они после 10-часовой смены из шахты вылезли. А в шахте-то с кайлом, с обычным кайлом по 10-12 часов, чтобы заработать, чтобы семья могла жить. Вот было бы просто очень интересно. Или другое фото, как старик в одной из азиатских стран. Ну там трудно даже представить, сколько себе лет. Куль, огромный куль. Наверное, со старика высотой. И в этом куле самый разнообразный груз. И вот он, зарабатывая себе на жизнь, с этим кулем прется. Куда скажут? Вы же не там живете, да? вот провести бы над причем над самыми близкими такой эксперимент, чтобы вы через стекло смотрели, а через месяц местами поменять. Чтобы вы поняли, что такое жизнь. Так вот, я к чему? к ответу. По большому счастью, вообще, жизнь, она чем хороша? Что в ней приходится отвечать? Кому ну сильно везет, для того конец наступает сразу. А вот кому везет меньше, этот конец приходит через время? Я могу сказать немного в сторону. Мы создаем вместе. Это вместе станет завтра, ну, пожалуй, если не единственным, то основным способом, ну, просто жить нормально. Меня вчера спрашивает, там, ну, с пенсией, как у вас. Я говорю, вы знаете, до пенсии мне еще несколько лет, так вот, я думаю, что мне она не будет нужна. Мы строим систему, и очень быстро мы ее сделаем. Когда нам не надо будет ни пенсии от государства, ни здравоохранения от государства, ни, скажем, культурный досуг от государства, ни система образования государства, там ничего не надо будет. И при этом мы государству будем еще платить налог. Совершенно спокойно будем платить налог. Вот такую систему мы жизни создаем для себя. Я могу сказать, что ответ придет каждому из вас, кому не повезет, скажем, уйти из этого мира быстро. Он придет тем, он придет тем, что когда-то придется давать ответ на вопрос. Что ты сделал для того, чтобы изменить жизнь? Этот вопрос сначала тебе зададут твои дети и внуки. Они придут во вместе. Ты не придешь. и вот думая о том, чтобы их родные жили лучше, они зададут нам вопрос. Как бы сделать? А мы им ответим. А вы пойдите к своим родным и спросите, что они сделали для того, чтобы жизнь стала лучше? Просто спросите и смотрите при этом им пристально в глаза и помните, что сейчас вот эти слова вам говорят люди, которые эту самую жизнь изменили. Идите к своим и спросите, почему они не стали делать это вместе с этими людьми. Это будет первый уровень ответа. Будут и другие уровни ответа, потому что, ну, как сказать, меньше, чем к мусору на своем пути. Его убирают. Не то, чтобы он не мешал, просто, чтобы он не был на глазах. Другого отношения не ждите. Один человек, слушая меня, проникся и сказал, если эти придут к власти, мы за Путина плакать будете. Потому что я не хочу, чтобы повторилась следующая картина. Те, кто участвовал в расстрелах НКВД, в качестве пенсионеров союзного значения доживали в Москве. я не хочу, чтобы люди, ненавидевшие будущее, это вы все, нашли себе место в этом будущем. Не хочу. И вместе вам этого не даст. Оно не забудет. Можно, конечно, как недавно мне один написал, хватит бредить на своей странице, я бы еще подумал, ну вот откуда такая наглость, чтобы указывать мне, что делать мне на моей странице. Можно, посмотрев, уйти и больше на мою страницу не возвращаться. А можно, знаешь, для начала проникнувшись кошмаром этого завтра, когда тебе придется отвечать. Страх, он ведь тоже способствует очищению. А так, возможно, с этого надо было начинать. Мне товарищ рассказал, сейчас, говорит, очень легко зарегистрировать все. Гараж зарегистрировать, сарай какой-нибудь зарегистрировать. все то, что раньше зарегистрировать было невозможно или годами, сейчас свободно. И товарищ тут же говорит, смотри, как хитро спланировано. Все регистрируется. Завтра, даже без повышения кадастровой стоимости, без повышения кадастровой стоимости, на все зарегистрированное, ты будешь платить налог. Допустим, пока ты получаешь сто рублей в месяц, кадастровый налог в десятку, не смертельно. Но если завтра ты будешь получать шестьдесят рублей в месяц, ты вынужден будешь избавляться от всего, чтобы уменьшить свои расходы. Когда я говорю о том, что вы потеряете все, это вовсе не значит, что к вам придут представители ЧК с реквизицией. Это значит лишь то, что условия жизни не позволят вам сохраниться в нынешнем качестве. Вы лишитесь всего. Лишившись всего, вы станете никому не нужным. Уже близким. И эти самые близкие, может быть даже со скородными лицами, проводят вас в дом престарелых. Вот еще один ответ. Знаешь, человек, мы с тобой не просто по разные стороны баррикад. Баррикад между нами нет. Мы с тобой из разных миров. Один мир, который твердо уверен в сохранении и возврате прошлого. У вас нет способностей жить в новых условиях. Просто нет. Поэтому где-то можно вас понять. Еще больше можно было вас понять, если бы объединившись попытались остановить развитие страны. По крайней мере, это вызвало бы хотя бы какое-то уважение. Мы люди, которые строят новый мир. И в этом новом мире вас нет необходимости. Ну, просто нет. И никаких моральных обязательств не перед кем из вас. У нас нет. Мы даже не на вашей земле этот мир строим. Мы строим его в интернете. Все остальное мы купим или построим на заработанные в интернете деньги. Мы не имеем отношения к тому, что строили или защищали деды, прадеды. у меня кстати два деда погибло на войне. Так вот то, что мы построим, но никакого отношения к тому, за что они погибли, не имеет. И никакого отношения к построенному нами не будешь иметь ты. Дверь для тебя будет закрыта наглухо. и не жалость, не трясущаяся рука старика, не рассказ о заслугах. Поверь, эту дверь не откроет. Знаешь, наверное, ну не наверное, жизнь сама пришел бы к власти другой человек, не Путин. Россия может быть бы пережила ряд там дворцовых переворотов. В общем, процесс перехода в будущее мог бы умирание страны, умирание старого общества, мог бы растянуться и на сотню лет, исковеркав судьбу многих поколений. К власти жизнь привела человека, который быстрыми и решительными действиями обеспечил сначала демонтаж экономической основы совка, и сейчас идет прекращение социального существования совка. Наверное, вслед за ним должны прийти люди, которые понимают, что их жалость может обернуться, не может, а обернется против них самих. Вот я это прекрасно понимаю, поэтому повторяю, мы щелки не оставим, чтобы кто-либо из вас смог проникнуть в мир, созданный нами. Это будет самый главный ответ, мы совершенно спокойно будем смотреть на то, что будет происходить с вами. услышал. Продолжение следует...